Серьезное развитие получили события на Украине, включая большое признание НАТО, что Украина все-таки станет членом. НАТО, в конце концов, Соединенные Штаты не в состоянии отследить оружие, идущее на Украину, и президент Трамп, заявивший, что все близится к Третьей Мировой. Это, возможно, самый опасный период американской истории. Чтобы обсудить детали и нюансы, мы пригласили полковника Монгрегора. Полковник, рада вас видеть. Спасибо. Начнем с комментариев генсека НАТО Иена Столтенберга, признающего, что Украина станет членом НАТО. Он сказал это довольно выразительно. Что на самом деле происходит? Как распределились роли? Союзники по НАТО согласились, что Украина, наконец, станет членом нашего альянса. С другой стороны, это далекая перспектива, и в чем проблема сейчас? В том, чтобы позаботиться, чтобы Украина стала независимой и суверенной нацией. Вот для этого нам и нужно поддерживать Украину. Я вижу Украину в будущем как часть Европейского Союза, и вижу ее как новый член НАТО. Полковник, что вы об этом думаете? НАТО получит новый член в виде Украины. Не думаю, что это признание равно как и поставленная цель. Но я полагаю, говоря так, они ставят цель сорвать любые предполагаемые переговоры. Если вы заняли безальтернативную позицию за то, чтобы Украина стала членом НАТО, вы этим прямо говорите русским, что их требования нейтрального статуса Украины больше уже даже не обсуждается. А это значит, что русским нужно воевать до конца. Не будет договорного соглашения. Этого хотят Лондон и Вашингтон. Не уверен, что все в Европе разделяют такие взгляды. Но определенно это позиция Лондона и Вашингтона. То есть стереть с карты Украину, это та альтернатива, которой хотят Лондон и Вашингтон. Не думаю, что они хотят именно этого. Я точно знаю, что русские этого не хотят. Но это не оставляет выбора русским, если им говорить, что конец этой войны, чего бы это ни значило, и когда бы это ни произошло, будет ознаменован членством Украины в НАТО. А это приводит нас к экзистенциальной угрозе России. Русские знают, стоит им дать слабину, если они допустят, что какая-то часть Украины станет частью России, а другая-то идет к Западу или что-то в этом роде, то они получат ту же проблему, что и в январе и феврале. Огромную антирусскую силу, тренированную, экипированную, стремящуюся напасть. Им это ни к чему. И вся эта риторика лишь с целью убить надежду на любое переговорное решение. Вот так. Обалдеть. И, конечно, президент Украины Зеленский вчера заявил, что американцам, американским сыновьям и дочерям, придется пролить кровь на Украине, это то, что нам придется сделать, чтобы обеспечить ему победу. Америцы придется послать своих сыновей и дочерей, точно так же, как мы посылаем. Своих на войну, и им там придется воевать, потому что мы говорим о НАТО, и они там будут умирать, прости господи, потому что это ужасно. Как вы это понимаете? Но прежде всего, он признает правду. В этой войне Украина не победит. И что потери, понесенные именно юге Украины, просто кошмарны. Русские дали возможность украинцам, чтобы быть точным, в сентябре, пойти в решительное наступление, и именно это украинцы и сделали. И понесли страшные потери. В декабре, январе, первой половине февраля они теряли тысячу человек в день. До этого, грубо говоря, это был батальон в день, от 500 до 700. Думаю, потери снова сократились до 500-700 в день, просто потому что люди кончились. Они решили удерживать Бахмут до последнего человека, направили туда еще 3000 солдат, стараются отправлять в Бахмут побольше подкрепления, но Бахмут стал кровавой баней для Украины. На каждого убитого или раненого русского солдата потери Украины составляли от 7 до 8 раз больше. Для них это провальный вариант, и в этом смысле он честен. Единственный способ для него победить, это если НАТО, а точнее мы, введем войска, и кроме нас, и потенциально поляков, больше никто в это не ввяжется. А вторая часть следующая. Байден знает, и его советники знают, что если он решит ввести войска на Украину и воевать там с русскими, то ему конец. Его администрации конец. Конец всему. Этого не произойдет. Это невозможно. То есть, Байден хочет еще один Афганистан в своем резюме. То есть, генеральный инспектор по Афганистану, Джон Сопко, открыто заявил, что оружие американского производства идет не в те руки. Мы его не можем отследить, оно попадает куда угодно. Известно, что много оружия попало к русским. Это другая большая часть истории, о которой я бы хотел с вами поговорить. Генинспектор по Афганистану говорит, что мы буквально перед лицом катастрофы, которую мы пережили в Афганистане, и это тоже будет в резюме Байдена. Полагаю, это практически неизбежно, потому что русские здесь победят. Они сделают все, что потребуются, а мы нет. У нас никогда не было жизненного стратегического интереса на Украине, тем более его не было на востоке Украины. Ясное дело, никто в Европе не хочет идти на Москву, чтобы закончить эту войну. Помните комментарий Зеленского и его министра обороны, что эта война закончится, когда украинские танки выйдут на Красную площадь? Это абсурд, этого никогда не будет. Полагаю, нужно понять, что эта ситуация безнадежная. Украинское правительство крайне слабо. Оно удерживается у власти при помощи неонацистских радикалов. Они угрожают убить любого, кто против них. Они убивают солдат, которые покидают фронт и пытаются сбежать. Они пополняют ряды за счет стариков, женщин, детей. Такова это ненормальная реальность, таково положение. Как долго это будет продолжаться? Зависит от русских. Единственный способ русским положить этому конец, это отрезать север от юга. Зайти с севера из Белоруссии, окружить Киев и все. Конец. Вот что русским необходимо сделать. Если они этого не сделают, все продолжится, а мы продолжим отправлять оружие. Они продолжат убивать украинцев до тех пор, пока все не кончатся. И если спросить украинских беженцев в Западной Европе, которых там от 8 до 9 миллионов, и еще около 2 миллионов в России, все ответят одно, мы никогда не вернемся. И они не вернутся. И количество населения упало от 37 миллионов 400 тысяч до 18-22 миллионов. Украина мертва. Как нация, по моим суждениям, она уже мертва. 40% ее городов, их инфраструктуру разрушены. Вся ее индустриальная база, все, что имеет хоть какую-то цену, все уже под контролем русских. Все это традиционно было русским, и люди, которые там живут, русские. Вот в чем дело. Я не знаю, к чему еще идет Украина, кроме того, что вы сейчас услышали, но нужно помнить. Каждая мелкая нация знает, если она хочет победить, она должна привлечь кого-то большого, чтобы победили за нее. Сербия была успешлива, опираясь на Россию, в своей войне против Австро-Венгрии. Речь, конечно, идет о Первой мировой. Мы вступили в войну в 1917-м с очень большими силами, потому что британцы и французы войну проигрывали Германии. Если бы мы не вступили, стратегическая картина в Европе была бы другой. Нас втянули ради спасения франко-британского империализма. Видите ли, такое уже происходило, и я не вижу свидетельств того, что народ Америки на это поведется. А вот и вторая часть. Наша армия в ужасном состоянии. Так и есть. Кого мы туда пошлем? Мне сообщили источники, что мы едва способны наскрести 50 боеспособных тысяч. И это те, кто ближе к фронту и может сражаться. Армия в Раздрае, и я думаю, Милли, сообщает об этом Байдену и его корешам. Я не вижу, чтобы кто-то собирал армию. Думаю, что Зеленский просто раздувает дым. Он говорит то, что нужно, чтобы остаться у власти. Он хочет, чтобы мы его там удержали, но и мы хотим, чтобы он там удержался. Но наши средства удержания и его у этой власти закончатся уже очень скоро. Территория, которая находится в руках русских, уже никогда не вернется украинцам. Россия ее никогда не оставит, это часть России. И еще большая территория скоро отойдет к России, я полагаю, та, что к востоку от Днепра. Но русские не забыли о Харькове и Одессе, в которых всегда говорили по-русски. Они никогда не были украинскими городами, они всегда были русскими. Полагаю, они заявят на них свои права. Вопрос в том, что будет с западной частью Украины, которая на самом деле украинская. Не частично украинская, не русифицированная, а украинская. Я не знаю. Поляки пухнут от вдохновения прибрать ее к рукам, как часть Польско-Литовской империи, которую они хотят восстановить. Сейчас в игре масса идиотских идей и планов. Но ничто из этого не касается нас, Клейтон. Ничто. Верно. И поэтому американцы не пойдут туда воевать. И плевать, к чему призывает Зеленский. Здравствуйте, дорогие друзья. Прежде всего, низкий вам поклон, огромное спасибо за очень большое количество слов поддержки и пожеланий здоровья мне и моему сыну. Как видите, я более или менее в строю, тем более, что неприятности не ходили поодиночке в этот раз. Возникли проблемы на работе, мне пришлось спешным порядком сегодня выходить их решать. Как вы заметили, я не смог реагировать последние полтора дня на ваши пожелания в Телеграмм и в Ютуб. Поймите, пожалуйста, правильно, буквально на это не было возможности. Приходилось решать проблемы насущные. Это не значит, что я их не смотрел, не читал. Огромное вам спасибо. Сегодня вечером я постараюсь по крайней мере хотя бы отреагировать на них лайками и как-нибудь ответить. Сыну уже получше. Спасибо вам большое. Спасибо за советы, как лечить. Но от меня вам пожелание ни в коем случае не позволяйте обманчивой погоде ввести себя в заблуждение. Особенно это хорошо. Передайте детям. Они настолько беспечны. А родители потом не спят ночами, как было в нашем случае. Еще раз вам огромное спасибо, дорогие друзья. Ваша поддержка очень много значит. Ну что ж, друзья, сегодня выпуск был не очень длинный. Следующие материалы на подходе. Оставайтесь на канале и следите. Если вам нравится моя работа и вы еще не подписаны на мой канал, я вам рекомендую подпишитесь, включите уведомления. И всем вам рекомендую подписываться на мои каналы в Телеграм, Яндекс.Дзен и в ВК. Ссылки на эти каналы я всегда публикую в описании к каждому выпуску. Если у вас есть желание и возможность оказать посильную финансовую помощь каналу, я буду вам очень признателен, как я очень признателен тем, кто ее уже оказывает. Дорогие друзья, в этой нелегкой работе вы мне очень серьезно помогаете, вы мне помогаете в развитии канала. Огромное вам спасибо. Реквизиты к картам находятся в описании и также к каждому выпуску. К картам подключена система быстрых платежей. Дорогие друзья, ваши близкие, друзья, пускай будут живы и здоровы. Вы, пожалуйста, следите за собой, за здоровьем и за погодой. Будьте живы и здоровы. Пусть у вас будет больше поводов для радости и ни наоборот, ни в коем случае. Оставайтесь на канале. До скорой встречи. Искренне ваш Дмитрий Золотарев. И простите за столь сбивчивое слово. Я надеюсь, вы понимаете. Субтитры создавал DimaTorzok